Значит, меня зовут Валентин Потапов, я преподаю здесь в Челябинском университете на матфакультете, ну, плюс наша фирма Латасов занимается разработкой софта всяческого. Вот, сразу скажу, что Македонский не был топологом. Вот, и сейчас, ага, сейчас разберемся, почему. Значит, исторически наука топология, она выросла из геометрии. Понятно, что вся математика практически, она выросла из геометрии. Нужно было как-то измерять расстояние между городами, как-то строить навигационные карты, как-то делить территорию, чтобы выращивать что-то после разлива Нила и так далее. Значит, в чем заключается геометрия? Геометрия заключается в том, что есть понятие расстояния, и мы этим понятием оперируем. То есть, из понятия расстояния уже растут понятия площади, понятия объемов, времени и так далее. Топология — это наука, которая появилась, ну, на стыке 19-20 века, которая выросла из геометрии, которой на самом деле плевать на расстояние, для которой немного важно следующее. Для нее важно, вот если в геометрии есть, например, остров А и остров Б, ну, нам надо знать, сколько потратим времени, сколько потратим сил для того, чтобы добраться из острова А в остров Б. Вот для топологии, на самом деле, абсолютно плевать, сколько мы потратим сил. Для топологии важно следующее — можем ли мы вообще добраться из острова А в остров Б? Можем ли мы так построить свой путь через какие-то перешейки или еще что-нибудь, чтобы дойти до туда? Топология — это наука, которая изучает свойства объектов, независимо от их геометрии. Вот для тополога обычно приводят пример кружки и публика. Для тополога, вообще говоря, не важно для топологии, не важно, как выглядит объект. Если из одного объекта в другой объект можно перейти без всяких разрывов и склеиваний, просто деформируя его, как будто бы он сделан из пластилина, то тогда такие объекты для топологов одинаковые. Вот рисунок знаменитого тополога Каменко, который весьма спорный историк, но известный и очень хороший тополог. Здесь показано то, как мы можем с топологической точки зрения развязать сомкнутые пальцы на человеке. То есть мы начинаем этого человека как-то сжимать без разрывов, без склеиваний, и вот, начиная с первого участка, ну, наверное, понятно, да, мы руки превращаем в ручки такие, потом одну ручку проводим через другую и возвращаемся обратно. Руки распались у человека. А вот если бы на человеке были часы, то тогда это бы не сработало. Или знаменитый пример о деформациях. Когда мы возьмем кружку, кружка же она у нас не абсолютно тонкая, то есть в ней что-то есть, да, она какая-то толстенькая, из какого-то материала состоит, и начнем эту кружку раздувать. То есть сначала поднимем у нее дно, потом это дно немножечко и ручку немного увеличим, и в итоге мы получим бублик. Бублик или так называемый полный тор, тор, который заполнен изнутри чем-то. Ну, и понятно, что мы, если будем каким-то образом сжимать этот тор, мы никогда сферу, шарик не получим. Ну, потому что без склеиваний, как бы мы его не мели, как бы мы его не деформировали, ничего не получится. Казалось, при чем тут узлы? Значит, и вообще откуда это взялось? В 1967 году сэр Кельвин или Уильям Томпсон пытается построить суперпозицию двух физических теорий. Значит, что такое у нас частица, точнее материя, это частица или волна? Ну, сейчас-то нам более-менее понятно, хотя, наверное, нет, но в то время это был такой вопрос. И он выводит предположение, что любой атом, это просто кусочек полный, как-то скрученный между собой. И от того, как он скручен, и как они сцеплены между собой, строятся те или иные свойства материи. То есть, если, допустим, это просто бублик, то это будет одно свойство. Если он как-то перекручен, то это может быть другое свойство. Ну, как мы знаем, Менделеев все это дело разрушил, но задача была поставлена, и ее начали активно решать. Вот узлы, которые мы привыкли видеть, ну, там, завязываемые шнурки или там, что-то рыбачим, галстук, может быть, они, в принципе, сейчас понятно, да, с топологической точки зрения для нас все одинаковые. Вот возьмем любой из этих узелков, ну, какой-нибудь, и понятно, если мы потянем за узелки, мы же можем их как угодно сжимать, то все эти узелки, они в итоге превратятся в отрезок. Неважно, как мы его не крутили, как бы мы его не закручивали, он превращается в отрезок. Но с топологической точки зрения сейчас здесь нечего. Есть отрезок, ну, мы его закрутили, как-то он все равно стоит с отрезком. Свойства у него стоят те же самые. Из точки А в точку Б мы можем дойти по этому узлу. И так далее. Что же такое узел с топологической точки зрения? С топологической точки зрения узел – это окружность, которую как-то вложили в наше пространство. То есть мы возьмем тот узел, который был на предыдущем слайде, и заклеим его. То есть сначала соединим с концом. После этого один узел другому станет неэквивалентен. Вот на слайде приведены простейший узел, тривиальный узел по центру, так называемый узел трилистник и узел восьмерка. Как бы мы их ни крутили в нашем пространстве, они друг на друга не похожи. Один в другой не переводится. Вопрос. В чем сложность вообще наука? В чем состоит наука и теория узлов? Вот у нас есть узлы. Основная задача теории узлов – это, если у нас есть два узла, нужно сказать, они одинаковые или разные. С одной стороны вроде бы несложно, вот они и нарисовали, с другой стороны мы можем взять узел сейчас. Ну, например, возьмем наш тривиальный узел и его перекрутим. Получится узелок, так вот с одним перекручиванием. Понятно, что это остается тривиальным узлом. Как бы мы его ни крутили, он развязывается. Возьмем еще несколько раз, перекрутим. Опять остается тривиальным узлом. Возьмем что-то более сложное. То есть накрутим, 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 накрутим его. Как определить, является он тривиальным или нет? Или, например, как узнать, к какому минимальному узлу, то есть какой самый маленький узел ему соответствует? Вот, собственно говоря, на этот вопрос пытается ответить теорию узлов. У нас есть узел, надо узнать, он а, тривиальный или нет, и б, если он нетривиальный, то на что он похож, на какой другой узел он похож. Вообще говоря, задача, это, ну, не особенно-то решено, но для того, чтобы перейти к решению этой задачи, давайте попробуем следующее. Зафиксируем определение. Значит, узлом мы будем называть окружность, которая как-то в нашем мире, в нашем трехмерном мире вложена. То есть она где-то перекручена там, ну, или мы возьмем отрезок, как-то его поперекручиваем, соединим и вложим в наш мир, в наш трехмерный мир. И две задачи. Первая задача, эквивалентен он другому или нет, и эквивалентен он тривиальному или нет. Понятно, что с узлами в трехмерном пространстве, вот в нашем, оперировать довольно-таки сложно, потому что в математике они же в основном на бумажке все рисуют, или на доске, ну, и вообще с плоскими объектами ими оперировать как-то попроще, чем с трехмерными объектами. Поэтому введено такое понятие, как диаграмма узла. Мы просто возьмем узел, который у нас есть, и каким-то образом его спорицируем на плоскость. И в тех местах, где узел имеет само пересечение, ну, вот, например, вот тут вот слева сверху, справа сверху, или еще один, в тех местах у нас на диаграмме будет пересечение. Ну, диаграмму нужно выбрать правильную, есть несколько свойств, о них я долго не буду говорить, но главное, чтобы у нас несколько точек в одну не склеивались, чтобы у нас не пропадали ребра и так далее. Это всего можно добиться, то есть любому узлу в нашем пространстве его можно спроекцировать на плоскость, таким образом, чтобы он выглядел красиво. Его достаточно пошевелить немного, и он станет хорошим. Что дальше? Вот у нас есть диаграмма узла. Одному узлу можно построить много-много всяких диаграмм. Мы возьмем этот узел в нашем пространстве и начнем его проецировать на эту стену, на эту, на эту, на эту. У нас было все время разные диаграммы. Или одинаковые, но в основном разные. Ридемейстер в своей работе сделал удивительное заключение. Значит, для того, чтобы показать, что один узел – это то же самое, что другой узел, то есть один узел легкими преобразованиями можно перевести в другой узел, достаточно воспользоваться тремя такими простенькими преобразованиями. Первое преобразование мы раскручиваем петельку или закручиваем петельку. Второе преобразование – мы петельки вот эти, которые друг на друге, мы их разводим. И третье преобразование – мы просто перебрасываем одно через другое. Все, больше нам ничего не надо. Если у нас есть эти три преобразования, две диаграммы узлов, и чтобы сказать, что это одно и то же, нам достаточно последовательно применять вот эти три движения и никакие другие. И в какой-то момент времени мы скажем, что эти узлы станут одинаковыми. Пример. Вот у меня нарисован какой-то узел и пошли применять преобразования. Вот слева сверху начинаем. Значит, развяжем вот это с помощью второго преобразования, то есть эту петельку разведем. Потом с помощью третьего преобразования перебросим. Еще раз перебросим преобразование второе, потом раскручиваем петельку первым преобразованием и так далее, и видим, что в конце мы получаем тривиальный узел. И любую диаграмму узла, какой бы мы ни нарисовали, если она эквивалентна тривиальному узлу, можно распутать с помощью движения ретима и статтера, простое движение. Ну, вроде бы все хорошо. Можно, у нас есть три движения, которые говорят о том, что одну диаграмму мы можем перевести в другую диаграмму. Вроде бы все, мы узлы все можем отличать друг от друга, можно сказать, что узел тривиальный, когда нет. Ну, на самом деле немного не так. Дело в том, что вот первые попытки классификации узлов, как они строились. Вот мы возьмем две диаграммы, как нам определить, что они одинаковые? Ну, начнем первой диаграмме применять эти преобразования ретимейстера. Применяем, смотрим на вторую, не похожие. Значит, опять. Какое-то другое преобразование не похоже. Опять. И так далее. И вообще говоря, есть приложения, я писал такие приложения, которые пытаются с помощью движения ретимейстера распутать узел. То есть превратить его либо в триайли, либо в какой-то известный мне узел. Сложность этих программ в том, что они могут работать очень долго. Вот она распутывает узел часом, распутывает два, распутывает три. И не прекращает распутывать. Почему? То ли это узел нераспутываемый, и он все усложняется, или упрощается, или опять усложняется, то ли это программе не хватило времени для того, чтобы распутать. То есть мы однозначно, когда программа прекращает работу, то мы можем сказать, что да, хорошо, узел тривиальный или узел какой-то из нам известных. Если программа не прекращает работать, это ни о чем не говорит. То есть мы можем эту программу годами сидеть, смотреть и так и не узнаем, это какой-то узел простой, или это какой-то очень сложный узел. Вот пример работы программы. Сейчас я попробую. Сейчас, секундочку. Вот тут какой-то узел. Или несколько узлов. Вот что это за узел? Кто бы знал, да? Если мы начнем его как-то распутывать, то может быть в какой-то момент времени мы его распутаем. Или нет? Давайте попробуем. Можем делать как? Можем при образовании Мериде Мейстера как-то двигать, можем каждому кусочку узла дать какой-то импульс изначальный, можем какими-то плюсами-минусами наградить и так далее. Как угодно. Попробуем его распутывать. Значит, вот он пошел распутываться. На самом деле здесь пока не видно, да, что это за узел? Ну, кто уже видит, допустим, након слева можно вторым движением Мериде Мейстера ту штуку вытащить, да, и все станет гораздо лучше. раз, вот оно пошло распутываться, распутывается. Что-то пошло не так. Вот мы до такого состояния его распутали и увидели, что это на самом деле два тривиальных узелка, которые друг с другом как-то перецеплен. Однако нам просто повезло. Если бы было что-то немного другое, то мы могли бы стоять тут не 40 секунд, а 50 секунд, а стоять, допустим, пару дней и ждать, пока оно вот так вот все распутается. Это визуальная интерпретация движения Мериде Мейстера. То есть мы здесь показываем, как работает такой алгоритм. Значит, напомню, нам нужно научиться эти узлы как-то классифицировать, потому что изначально было предположение, что структура материи ведет себя в зависимости от того, как она там друг с другом заплетена. На текущий момент построены таблицы узлов, которые доказаны, что другим узлам не соответствуют. В этой таблице, вот я ее привел, есть специальные атласы, которые содержат эти узлы. В этих таблицах узлы отсортированы по количеству пересечений в их минимальных диаграммах. То есть мы рисуем диаграмму узла, пытаемся ее минимизировать так, чтобы в ней поменьше было перекрестков. И вот как только там минимум перекрестков, вот это вот значит узел-эталон, который уже не упростить. Вот смотрите, с нулем пересечений один только узел, тривиальный, с одним пересечением узлов нет, потому что если мы возьмем узелок с одним пересечением, мы его легко в тривиальный переделаем. То же самое с двумя пересечениями. Не бывает узлов минимум, два пересечения, потому что его опять можно распутать и тривиального. А вот с тремя пересечениями уже есть узел, который называется трилистник. С четырьмя пересечениями восьмерка, с пятью пересечениями их два, с шестью пересечениями их три и так далее. Растут они, вот снизу написано, они растут довольно-таки бодро. То есть очень быстро растут узлы, количество узлов с M пересечениями. Ну, если, допустим, мы захотим классифицировать узлы с десятью, с двадцатью, с тридцатью пересечениями, с тридцатью пересечениями можно всю жизнь сидеть и программкой генерировать как-нибудь и все равно не получится. Значит, что делать? Нам надо как-то понимать, что узлы отличаются друг от друга или не отличаются, или вообще вот этот вот узел конкретный, этот узел тривиальный, и его можно распутать, как вот македонскому получилось. Для того, чтобы понять, эквивалентен узел другому или нет, тривиальный или нет, да и вообще в математике существует понятие инвариантов. Инвариант — это такая функция, которая как бы распознает объект. Вот она смотрит на объект и говорит, он, допустим, ставит объект в соответствии какой-то другой объект, например, число или цвет, или какой-то многочлен, неважно что. И вот как бы мы объект не меняли, инвариант этого объекта не меняется. Ну, например, у нас есть понятие треугольник. Треугольники же разные бывают в геометрии. Прямоугольные, равнобедренные, равносторонние и так далее. Но инвариант, количество углов в замкнутом многоугольнике, у них один и тот же три. И мы легко можем отличить треугольник от квадрата каким образом? Ну, у этого три угла, у этого четыре угла. То есть инвариант — это какая-то функция, которая говорит о какой-то характеристике объекта, не меняющийся. И если у двух объектов один и тот же инвариант разный, то это разные объекты заведомо. Давайте попробуем. У нас есть простейший вариант узла — это трехцветные раскраски. Мы возьмем узел, диаграмму узла, и начнем раскрашивать тремя красками ее. Причем начнем раскрашивать таким образом. Вот у нас есть дуга, зелененькая, красненькая, синенькая. Каждую дугу мы будем раскрашивать в какой-то цвет. И договоримся, что вот где дуги встречаются, там должны быть либо все одинаковые цвета, либо все разные. Если там два одинаковых цвета встретились, эта раскраска нам не подходит. И пробуем. Значит, мы можем что-то релестник покрасить весь в красный, весь в зеленый, весь в синий цвет. Потом покрасить вот так вот, как сейчас раскрашено, еще как-нибудь. Если я, например, покрасил вот ту синюю дугу в зеленый, то у меня было бы нарушено правило. У меня в одном месте встречаются два зелененьких и один красный цвет. Это нам не подходит. Возьмем диаграмму узла, посчитаем количество возможных раскрасочек, таких правильных, и это будет инвариантом. То есть, как бы мы не усложняли узел, как бы мы его не закручивали, количество правильных раскрасок это всегда одно и то же число. Возьмем три лестника, начнем его как-нибудь крутить, вертеть и так далее. Все равно, у него как было 9 раскрасок всяческих, правильных, так у него 9 раскрасок и останется. Это легко доказывается, но вот слева нарисованы три движения Редемейстера, и понятно, что они не меняют количество раскрасок. В принципе, из рисунка я не знаю, видно кому-нибудь или нет. Вот, например, первое движение Редемейстера. Мы как можем покрасить? Вот у нас подходит к этому перекрестку три дуги, точнее даже две. Что с этим перекрестком? Мы его можем только в один цвет покрасить. Если мы попробуем покрасить... Вот если мы попробуем покрасить вот эту дугу в зелененький, то у нас в этом перекрестке получится встречаться два цвета. Должно быть либо один, либо три разных цвета. Тривиальный узел можно раскрасить тремя разными цветами, то есть либо красный целиком, либо зеленый, либо синий. То есть инвариант у него три. У трилистника девять возможных раскрасок. Инвариант у него девять. Так как у одного инвариант три, у другого девять, значит это разные узлы. Возьмем диаграмму узла, как угодно правильно раскрасим, посчитаем количество правильных раскрасок. Если получили отличное от трех, от девяти, значит это не трилистник и не тривиальный узел. Однако, вот узел восьмерка, он правильным раскраскам практически не поддается. То есть, вот мы его как-то раскрасили, ну понятно, в один цвет его всегда можно покрасить. А вот если мы начнем его красить как-то по-другому, то вот это вот туга, или непонятно как покрасить. Покрасим его зеленый, тогда в этом перекрестке будут два цвета. Покрасим синий, тогда на этом перекрестке будут проблемы. И так далее. То есть, вот этот узел допускает так же, как и тривиальный, три раскраски. В итоге что получается? Мы иногда можем отличить узлы, иногда не можем. И вот все это сводится к тому, вся теория узлов сводится к тому, что давайте попробуем как-то отличать узлы. Давайте введем какой-нибудь вариант, который будет помощнее предыдущего, который как-то посильнее будет распознавать узлы. Ну вот, проходит какое-то время, и конвей придумывает следующую хитрую штуку. Ну, на самом деле, не очень хитрую. Он говорит, давайте мы разрешим себе процесс, который называется переброска и разрешение. То есть, в какой-то момент времени мы будем менять тип пересечения, и в какой-то момент времени можем разводить. Ну, как это выглядит в реальной жизни? Вот у нас есть пересечение, переброска, это когда мы меняем тип пересечения. То есть, если узелок здесь был вот такой, то стал немного другой. В реальной жизни, потому что мы, математика, вообще говоря, не очень любим вопросы, где это применяется в реальной жизни, но это где-то применяется. Например, вот эта ДНК, как ее любят в фильмах во всяких показывать, а вот эта страшная штука, которая называется топа из амираза. Я долго повторял это слово. Топа из амираза. Что она делает? Вот у нас ДНК, она идет ленточкой, вот так вот, как в фильмах рисуют обычно, соединенные между собой, так вот две ленточки идут. И вот она к ней подъезжает, как-то ее перерезает и осуществляет процесс переброски. То есть, ровно то же самое, что мы сейчас смотрели на предыдущем слайде. И тем самым она разрезает молекулу ДНК на две, потихоньку, потихоньку, потихоньку. Конечно, в реальной жизни она не так выглядит, никто вообще не знает, как она выглядит, слишком маленькая. Но на картинке она выглядит так. То есть, получается, что конвей в свое время предугадал поведение нашей, ну, нашей молекулы ДНК. Значит, что происходит? Мы разрешаем вот эти вещи, и понятно, вот был у нас какой-то сложный узелок, да? Мы у него взяли, поменяли как-то, или развили как-то перекресток. Он же может стать попроще. Скорее всего, он станет попроще. Иногда сложный, но в основном попроще. Потом еще где-то, еще где-то, еще где-то. И так мы его редфицировали до тривиального узла. Что делать? Посчитать полином конвейер можно. Что такое полином конвейер? Полином конвейер, это некий многочлен, ну, помните, да, х в квадрате плюс 5х плюс х в кубе и так далее. Это называется полиномом. Простое определение. Полином конвейер тривиального узла равен единичке, а дальше что делать? Если мы видим вот такой вот перекресток, то это плюс. Мы его разрешаем, делаем другим перекрестком, это минус. И мы его разводим вот так вот. Это N0. В итоге попробуем посчитать вот такую сумму. Я сразу приведу пример, потому что это на самом деле очень утрировано. Вот у меня есть узел трилистника. Я его как-то ориентирую, то есть нарисую стрелочки, как я по нему ходить хожу. Хочу ходить. И вот в какой-то момент времени, видите, да, вот у меня выделен перекресток, я поменяю его тип и в какой-то момент времени сделаю его разрешение. То есть я сделал переброску и разрешение. И у меня он развалится. Вот это вот у меня справа будет два тривиальных узла, зацепленных друг с другом. Здесь у меня будет тривиальный узел. Второе слагаемое. Первое слагаемое это то, что мы ищем. Ну и путем нехитрых манипуляций выясняем, что инвариант этого узла это х квадрат плюс один. Очень мощный инвариант распознает очень много всего. То есть мы берем диаграмму узла, начинаем к ней применять вот эти вот разрезания, перебросочки, упрощаем, упрощаем, упрощаем узел в какой-то момент у нас куча тривиальных узлов, как-то суммируется, получаем многочлен. Долгое время этого хватало. Потом наш математик Васильев изобрел еще сильнейший вариант. Ну и собственно говоря, сейчас задача о такой классификации узлов как таковой не стоит. То есть мы знаем, как классифицировать узлы. Мы знаем, как их перечислить, знаем, как определить, является один узел другим или тривиальным или не является. Но вот как это сделать быстро, как это сделать за нормальное время, а не за время нашей жизни, взять диаграмму и начинать ее считать, мы пока особенно не знаем. И это, вообще говоря, большая проблема. Были предположения о том, что косы нам помогут. Коса – это то, что девушки заплетают у себя на голове, а потом можно соединить и получим какой-то узелок в разрезе. Косы тоже не особенно помогли. Ну и в общем сейчас задача стоит в том, чтобы а. научиться определять тривиальный узел, развязываться на линии то, что стояло перед Македонским, собственно говоря. И б. как узнать, вот этот вот узел, его можно упростить или нельзя. Если можно упростить, то до какой степени. Задача эта решается до сих пор. Сейчас встают более сложные задачи, например, зачем нам узел в нашем трёхмерном пространстве? Давайте мы его в ТОР поместим, полный ТОР, да? Там же ещё круче. Вот у нас есть полный ТОР, мы внутри как-то, узел внутри него уходит, и там вообще сложно, да? То есть у него как-то дополнительные препятствия к тому, чтобы его модифицировать есть. Или давайте, допустим, возьмём и не в ТОР, а в несколько ТОРов друг к другу приплюсованный, как-то положим этот узел, чтобы он как-то там лазил. Ничего с ним делать. Вообще говоря, непонятно. Так же точно решаются многие задачи. То есть у нас в топологии, наукой которой мы занимаемся, в ней встаёт в основном задача о классификации. То есть если есть объекты, их надо как-то классифицировать. Мы решили, допустим, задачу о классификации кривых, второго порядка, о классификации каких-то поверхностей. Вот с трёхмерным миром становится сложно, потому что в трёхмерном мире мы вообще говоря пока не знаем, как всё это классифицировать. Мы точно не уверены, как устроены все многообразия в трёхмерном мире. То есть что такое шар, мы знаем. Что такое бублик, мы знаем. Что-нибудь посложнее, если мы возьмём шар и как-то его начнём вытягивать, то он склеивает с бубликами, там по-всякому. Это уже вообще говоря непонятно. Надо сказать, что после изобретения вот этих вот всяких полиномов, то есть сопоставления одному узлу многочленов, задача о классификации, она продвинулась далеко вперёд. Сейчас не составляет труда взять, разрезать этот узел, рефицировать и получить, собственно говоря, быстрое приближение о том, знаем мы, что это за узел, или не знаем, тривиальный он, или нетривиальный. Ну, вот как-то так. Значит, помимо таких вычислений полиномов есть ещё задача о арифметике узлов. Это когда мы берём один узел и прибавляем его к другому узлу. То есть мы где-то в каком-то месте узла делаем надрез, на другом узле делаем надрез и как-то состыковываем. И вот тут вопрос. Развязывает один узел другой или не развязывает. Что получается в сумме, сложнее узел или не сложнее. И так далее. То есть, как вы поняли, все задачи заключаются в том, что это, вообще говоря, бублик или нет. И если это не бублик, то какой это не бублик. Сколько, по-моему, там точек пересечения, минимум может быть. И как нам достичь того, чтобы его развязать. И почему Македонский не был топологом? Потому что он жил гораздо раньше, чем слово топология вообще было применено. Вот. Как-то так. Спасибо за внимание. Значит, если интересно, вот последняя ссылка, это атлас, который содержит в себе классификацию узлов, описывает, какие известны сейчас узлы, какие есть инварианты, какие есть возможности для их вычисления этих узлов. Есть куча приложений, которые позволяют, вот как я на видео показывал, строить визуальную модель узла и каким-то образом ее распутывать. То есть добавлять какие-то физические модели к узлам, добавлять какие-то движения, новые демейстеры, разрешать какие-то переходы. Ну, собственно говоря, они все вот на последнем сайте перечислены. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Математика, она инструменты делает и кладет на полочку. Ваша задача, остальных людей простых, которые не математики, брать эти инструменты и использовать. Будете вы их использовать, или не будете, ну, вообще все равно. Нам неинтересно. Вот узлы, интересная же тема, берешь, там, ковыряешь, наглядная, ни одного интеграла, я вот когда теорией узлов занимался, практически не делал, ни интеграла, ни дифура, никакого не решаешь. Сидишь, переброски, делаешь, всякие многочинные строишь. С одной стороны. С другой стороны, теория узлов, она используется, очень сильно используется в физике, в теории струн, используется, ну, в общем, она используется в таких узких областях физики, про которые мне, например, не сильно можно говорить, потому что я в них очень плохо разбираюсь. Я в теорию узлов, ее можно редуцировать до теории графов. Они очень тесно связаны. А теория графов, она используется много где. Это задачи логистики, задачи, там, построения, зеленые волны, светофоров и прочие, прочие задачи. То есть, граф, граф, что такое граф? Это множество точек, соединенных как-то между собой отрезочками. Ну, например, маршрут какой-то, сеть маршрутов автобусных. Если присмотреться и как-то разрешить вот эти вот точки, которые являются вершинными графами, мы получим узел, ну, или несколько узлов зацепленных между собой. И тут работают все те же северные понятия. Что мы можем с ними сделать, как мы их можем репуцировать или наоборот усложнить и так далее? Ответил? Спасибо. Это вы... Добрый день. Что вы можете сказать о доказательстве Перельмана? Начинается. Много можно что сказать о доказательстве Перельмана, но... Зачем? Дело в том, что... Я знаю, я всегда боюсь про топологию рассказывать, потому что, во-первых, про нее вот так вот сжато быстро не расскажешь много всего, она сложная. И вот преобразование публика в кружку и наоборот, это ерунда, это совсем не задача топологии, то есть это да, это она следствие, но никто этим практически не занимается. Так же и с Перельманом. Ну, Перельман там доказал. Молодец. Все хорошо, сдвинулись с мертвой точки. Да, но это никакого отношения к теории узлов практически не имеет. Что вы хотите услышать? Ну, это чисто топологическая задача. Ну, так как такового топологического метода и доказательства в математике, они все вам известны. Метод математический, метод доказательства от противного, метод там еще перебора. Ну, их какое-то лема, диаманте, ну, они какие-то есть методы доказательства. Единственное, что нужно взять, как я уже говорил, один инструмент с полки, да, второй инструмент с полки, что-то из них сделать и вот этим вот молотком, да, и все доказывается. Все просто. Так, хорошо, еще есть вопросы? Да. Добрый день, Балшов Никита, у нас не к чему. Здравствуйте. Насколько я понял, вы написали программу для распутывания узла. Ну, грубо говоря. Грубо говоря. Мы же имеем многоядерном мире, скажем так, процессоры многопоточные. Используете ли вы параллельные технологии? Так, давайте так. Программа для распутывания узлов, она, нам кажется, вот то, что я показывал, да, это визуальное представление программы распутывающего узла. Естественно, никакая программа внутри себя этот узел не представляет ничего. Мы оперировываем какими-то там многочленными вычислениями. Там, где можно распараллелить, да, мы распараллеливаем. Там, где нельзя распараллелить, мы не распараллеливаем. Но, понимаете, нет внятного доказательства, что задача распутывания узла это не неполная задача. Вы, как выпускник, должны понимать, что эта задача только перебором решаемая. А где прямой перебор, там экспоненциальная сложность. Соответственно, ну, нам какая разница, 10 лет мы распутываем один узел или один год. Мне надоест за один год смотреть на программу. Спасибо. Да, используем, конечно, используем. А вот вопрос, в продолжении, а нет надежды, вот как у многих, на квантовое вычисление, что, может быть, там, мне квантовый компьютер все узлы возьмет да распутает, ну, там, в обозрайну времени. Ну, задача распутать все узлы, такой задачи нет. Узлов бесконечно много. Вы берете узел, из него, вот реальный узел, из него накручивая, накручивая движение виридимастер и так далее, можно построить бесконечное количество узлов. Есть задача о том, как их, допустим, построить табулирование, то есть построить таблицу узлов до какой-то сложности, до минимального. Допустим, 100 пересечений, 200, дальше уже просто памяти не хватит. Квантовое вычисление, ну, то же самое, что с параллельным. Это алгоритмы, в основном, это все алгоритмистика чистая, то есть пошли отсюда, сюда, сюда, так, так, так. То есть это последовательное вычисление, где можно расправить, распараллели, где можно квантовым вычислением воспользоваться. Воспользуются, но я, честно говоря, не слышал, что кто-то теорию узлов, использовал бантовое вычисление, ну, мы не использовали. Так, давайте последний вопрос, у нас время тоже, к сожалению, ограничено. Да. Даже если я про математику, скажите, пожалуйста, получается, с точки зрения этипологии все люди это январян, потому что, как бы, они и те же задействуют, основа, они ловят примерно. Хорошо, хорошо, да. Хороший вопрос, да. То есть, можно ли говорить, что человек это январян. Вот, я вот сейчас вот рот закрою, а сейчас рот открою. У меня тут вот дырочка появилась, да? И, собственно говоря, я с закрытым ртом и я открытым ртом. С той филологической точки зрения это разные вещи. Опять же, может быть, у кого-то сердца нет, да? И это тоже тогда будет немного друг. Но вообще, да, возьмем вас, начинаем надувать, надуваем, 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 вы шарик. Все. Все мы шарики, все мы топологические. АПЛОДИСМЕНТЫ